Три года под крылом самолета навигаторов детства. Советники-директоров по воспитанию, муниципальные координаторы и региональные команды ежедневно внедряют современные методики и творческий подход, открывая перед школьниками и студентами мир проектов и возможностей. Кто из них лучше? Определили на конкурсе «Новый вызов. Лучшая команда советников года». Мероприятие прошло в Черкесске, в Центре выявления поддержки развития способностей и детей, талантов и молодежи. «Спутник». Вдохновилась энергия позитива и созидания Альбина Ламкова. Я советник, и пролетел, который месяц не заметил. На тех заданиях навстречу только дети. Мне светит премия, хоть говорили все тут, что мне она не светит. В зале царит атмосфера веселья и творчества. Педагоги взяли на конкурс «Новый вызов. Лучшая команда советников года». Хорошее настроение и наработанный опыт. Участники готовы показать, что они достойны носить звание лучшего советника. Это событие дает возможность собрать всех ребят в одну большую команду и дать возможность понятиям чувства сопричастности, что они члены одной большой дружной команды. И у нас у всех одна задача. Вся наша работа направлена на воспитание детей и наполнение новыми смыслами. Хотя основа мероприятия конкурсная, главное все же участие. Педагоги с большим удовольствием и энтузиазмом подготовились к мероприятию. Накануне Новый год нужно провести нам, во-первых, закончить конкурс хоров. Я, я, я. А конкурс хоров у новогодней елки. Первые вышли наставники Зеленчукского района. Они всегда готовы. Действительно, в проекте «Навигаторы детства» нет случайных людей. Советники мудры, добры, уверены в уникальности и таланте своих воспитанников. Они открывают двери к достижению целей. «Неравнодушные к проблемам детей, школы, семьи» делает советника ценным специалистам. В этом направлении все только начинается. Но результат не заставит себя ждать, уверена Людмила Барлакова. Специалисты приступили к работе в сентябре, но уже многое успели сделать. Провели большое количество мероприятий. Притянули к себе талантливых, активных и смелых ребят. Вдохновили самых скромных и робких. В дальнейшем мы будем работать все лучше и лучше. Настроены на победу? И что для этого нужно? Настроены на победу. Самое главное – работать в команде и друг друга поддерживать. Мероприятие прошло продуктивно, насыщенно и интересно. Впечатления и эмоции зашкаливают. Неподдельный смех и радость, позитивное настроение и заряд бодрости получили все участники. Равнодушных замечено не было. Оценить участников и выделить лучших было непросто. В итоге профессиональное жюри определило первое место. Его заняла команда советников из города Черкеска. Еще на конкурсе учредили приз зрительских симпатий. По результату голосов в социальных сетях стала команда Малакарчаевского района. Альбина Ламкова, Ренат Муков, Вести, Корчаева, Черкесия.